Студию DC продолжает турбулентить. То руководство DC-шников меняется и одним махом переворачивает все, что происходит с ног на голову. То Aquaman 2 никак не может разобраться с мерой и вообще своей позицией Кэмбер Хёрд. То Генри Кавилл сначала говорит о возвращении, а потом заявляет, что уходит навсегда. Эзра Миллер творит какую-то невероятную дичь. Казалось бы, среди всего этого водоворота Шазам еще недавно был чем-то более-менее стабильным, спокойным и предсказуемым. Но нет, потому что уже и на главную звезду фильма Закери Ливая обрушился гнев дикой толпы. После чего многие сомневаются в будущем данного актера и его персонажа в DC, а другие говорят о двойных стандартах и непонятном привилегированном положении, например, таких фриков, как Эзра Миллер. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Дифмарк это торговая площадка, которую заценят все геймеры и не только. Ведь тут можно приобрести игры для всевозможных платформ и сервисов. Прикупить игровые ключи, игровую валюту, карты пополнения, чтобы пополнить баланс, например, в Xbox или Steam, а также игровые аккаунты или софт. Вы сами выбираете продавца по лучшей цене и рейтингу. А еще с Дифмарк можно не только покупать, но даже и продавать. Плюс что мега круто, здесь есть более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду Юту вы получите скидку 10% на любой товар, ссылка в описании. Итого, что же прямо сейчас происходит с главной звездой Шазама и почему многие поклонники на полном серьезе говорят о том, что актер скоро распрощается с DC. Ответ, как всегда, гораздо более банальный и, мягко говоря, странный, чем мог показаться. Ведь в отличие от, скажем, того же Эзры Миллера, который за последних пару лет натурально слетел с катух и творил просто запредельную дичь, вина, возьмем это слово в кавычки, Закири Ливая, конечно, совершенно смехотворна. Как всегда, все произошло в Твиттере, где звезда Шазама решил поучаствовать в обсуждении на тему медицинского гиганта компании Pfizer. Изначальный твит гласил, считаете ли вы, что Pfizer несет реальную угрозу миру? Причем написал это вовсе не Закири, а актер просто ответил на данный твит словами абсолютно согласен. Причем дальше он в отдельном твите разъяснил свою позицию, скинув ссылку на пресс-релиз Минюста США, который гласит, что Pfizer участвует в масштабном мошенничестве в сфере здравоохранения, причем самом глобальном за всю историю. Вот и все. Но при этом одного лишь упоминания медицинского гиганта, производящего одноименную вакцину, хватило для того, чтобы далеко не самые умные, как мне кажется, люди записали Закири в разряд антиваксеров, мракобесов, сектантов, расистов, да, причем это не шутка, ну и само собой поспешили его отменить. Как ни странно, данный вой подхватили и основные мировые издания, обозревающие популярную культуру, написав о том, что сомнительные твиты Закири привели к массовой негативной реакции в сети, таким образом пресса как бы добавила легитимности тем, кто наезжает на актера, вместо того, чтобы сказать, что это никакие несомнительные твиты, а очередная буря в стакане воды, высосанная на ровном месте из пальца. Которая выглядит еще более странно на фоне, например, того, как вышеупомянутого Азру Миллера, реально накосячившего по самой анималуй, отмазывали и продолжают отмазывать в DC, как могут. Дело из него чуть ли не заложник обстоятельств и прочее, а вот когда дело доходит до другого актера, здесь DC почему-то, как минимум на момент создания этого видео, молчит. Что, конечно, странно, ведь если, скажем, отогал тела и толпы чего бы то ни было требовать бессмысленно, то представители DC, либо Ворнеров, как главные работодатели Закири, могли бы одним махом поставить точку во всем этом бреде. Но почему-то этого не происходит, что, конечно, волей-неволей вызывает довольно много вопросов о двойных стандартах в индустрии в том числе. Кстати говоря, что касается самого Закири, то опять-таки, на момент создания ролика актер оставил свою запись активной, не удаляя ее, более никак не комментируя и не оправдываясь, что, как по мне, делает ему честь. В том смысле, что исполнитель роли Шазама не поспешил расшаркиваться с толпой, непонятно за что и почему на него наехавший. Что же касается его будущего в DC, ну, лично я считаю, что побаивание многих поклонников Закири и Ливая о том, что актер лишится роли Шазама, сильно преждевременны, и, скорее всего, данная волна хейта затихнет гораздо раньше, чем выйдет очередной трейлер фильма «Ярость богов». И все-таки на месте DC, и не только, я бы подумал о том, как бы выстроить более понятную и слаженную позицию в отношении своих звезд. Кого-то оградить от нападок, как, например, ранее Элизабет Олсона, а сейчас Закири и Ливая, да и многих других, а кого-то вроде Эзры Миллера напротив держать в ежовых рукавицах, ну или вообще не держать, а вышвырнуть в свободное плавание. Ну, это, как говорится, уже совсем другая история, так что на сегодня мы закругляемся, не забывайте писать ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.